Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и История просто. История России, 7 класс, за авторством Андреева, Федорова и Амусовой. Параграф 23. Народный ответ. Пишет вам Степан Тимофеевич в сей чернию. Кто хочет Богу да Государю послужить, да Великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно изменников выводить и мирских кровопийцев выводить. Прелестная грамота Степана Разина. Так вот она называлась. Термин «казаки» — личность Степан Разин. Мог ли простой народ в 17 веке защитить себя от произвола бояр, дворян, приказных людей мирным, ненасильственным путем? Практически нет. Практически таких возможностей не было. Потому что суды, любые суды, всегда вставали на сторону бояр и помещиков. Терпеть или бороться. Социальные конфликты и потрясения пронизывают всю историю 17-го столетия. Начало века ознаменовалось смутой. Середина — восстаниями в городах. Вторая половина — выступлениями казаков и крестьянства. Но далеко не всегда протест выливался в восстания, народные бунты. Самой распространенной формой протеста было бегство. Крестьяне уходили от владельцев в одиночку, семьями, целыми деревнями. Чаще старательно заметая следы. Реже, почти открыто, сговариваясь с крупным водчинником и надеясь на его защиту. Бежали и на окраины, осваивая черноземы. Бежали в соседние водчины, прихватив с собой все даже разобранную избу. Побег становился и для крестьянина, и для помещика повседневностью, частью жизни. Первый всегда думал о побеге, как о крайнем выходе, в случае чего, когда станет совсем не в моготу, можно было уйти. Второй считался с угрозой утраты рабочих рук и было сдержаннее в своих запросах. Крестьянские побеги оказывали огромное воздействие на развитие крепостного права. С начала столетия помещики прилагали все силы для отмены урочных лет и добились своего. Но оказалось, что мало запретить уходы крестьянина, нужны еще механизмы, которые обеспечивали бы исполнение закона. Тогда помещики стали требовать изменения в организации сыска. Они настаивали, чтобы поимка беглых превратилась в обязанности местных властей. Дворяне преуспели в своих начинаниях. Сыск стал вменяться в обязанности воеводам. Крестьянские побеги с поджогом и разорением помещика были приравнены к тихчайшим преступлениям. Виновных казнили, чтобы другим было неповадно воровать. А если помещики принимали чужих беглых крестьян, на них налагали штраф. Таким образом, под давлением помещиков сыск беглых крестьян превращался из сыска частного в государственный. Крепостное законодательство ужесточалось и наделяло помещиков все большей властью над личностью крестьянина. Открывались новые возможности для усиления эксплуатации крестьян, чем и пользовались помещики. Итог закономерен. Рост протестных настроений. Но стоит при всем при этом отдать должное. Вот эти побеги крестьян, особенно массовые, большей части уходили в Сибирь. Благодаря вот этому крепостному праву и побегам крестьян, в немалой степени Сибирь была освоена. Хоть как-то, но освоена. Какие формы протеста и почему распространились в России в 17 веке? По большей части крестьяне старались не бунтовать, а просто бежать с земли, уходить как можно дальше. Благо, было куда уйти. Хотя иногда дело доходило и до бунтов. Как государство боролось с побегами крестьян? Ну, государство старалось разыскать и вернуть крестьян на место. Медный бунт. Городское восстание середины 17 века отражали недовольство посадского населения своим положением и политикой государства. Особое негодование вызвало денежная реформа, на которую власти пошли в поиски новых источников дохода. Реформа предполагала выпуск медных денег, которые уравняли с серебряными деньгами. При этом правительство стало выплачивать зарплаты, жалования медными деньгами, а вот налоги стало собирать серебряными деньгами. Это вызвало резкое обнищание посадского городского населения. Серебряные монеты стали исчезать из обращения, а цены расти. Раздражение политикой власти в июле 1662 года вылилось в очередное восстание, вошедшее в историю под названием «Медный бунт». Непосредственным поводом для выступления москвичей послужили слухи о новом налоге. 25 июля в различных концах города появились прибитые к столбам письма. В них перечислялись имена бояр и крупных купцов, повинных в измене государю. Чтение воззваний собрало большую толпу, которая все больше возбуждаясь, двинулась в село Коломенское, к царю. Царь в это время был в церкви Вознесения. Алексей Михайлович был вынужден выйти к толпе. Подданные требовали уменьшить подати и выдать изменников на убиение. Монарх уговаривал народ успокоиться и обещал учинить розыски и указ. Пока монарх тихим обычаем говорил с восставшими, появились войска, за которыми были отряжены в Москву гонцы. Узнав о прибытии стрельцов, Алексей Михайлович тут же сменил тон. Он приказал избавить его от этих собак. Началось избиение безоружных людей. По некоторым свидетельствам пострадало около 7 тысяч человек. Все арестованные были перепятнаны. Раскаленным железом на щеках выжигали букву «Б» – бунтовщик. Но выступление не прошло даром. Царским указом 1663 года медные деньги были отменены. Какие события в экономической жизни страны привели к медному бунту? Попытка, во-первых, ввести медные деньги, а второе – уравнять медные деньги с серебряными. Почему мирное обращение к царю переросло в вооруженное столкновение? Потому что царю, ну, любое государство, оно очень не любит, когда население начинает разговаривать с позицией силы с царями. Цари очень не любят такого. Они всегда стараются подавлять любые такие происшествия, подавлять очень жестоко. Вот и подавили. Войско Донское в XVII веке Наиболее заметным актом социального противостояния в XVII столетии стало выступление казаков и крестьян, которое возглавил Донской атаман Степан Разин. В XVII веке войско Донское представляло собой силу, с которой была вынуждена считаться царская власть. Правительство признавало автономию Донского войска с его казацким самоуправлением. Высущей властью в крае являлся войсковой округ. На кругу выбирали должностных лиц, общевойскового атамана, судей, ясаулов, помощников атамана. На Дон не распространялась власть царских воевод и крепостнические порядки. Казачество не было однородно. Более зажиточным домовитым являлось низовое казачество, группировавшееся вокруг Черкасска, административного центра войска Донского. Домовитые казаки обзаводились промыслами и торгами. Им же доставалась большая часть государево-жалования, что вызывало ропот недавно показачившихся бедных или гаутвенных казаков. Однако все казаки ревниво оберегали свою независимость. Войско жило за счет военной добычи. Государево-жалование денежное, хлебное, зеленое, то есть пороховое и свинцовое, пули из свинца делались, представляло собой достаточно эффективное средство давления на войско. Казаки тяготились этой зависимостью. Военные экспедиции донских казаков впечатляют. На легких стругах, то есть легких лодках, они прорывались в Азовское и Черное моря, нападая на прибрежные поселения или захватывая корабли. Нередко эти походы совершались в отместку за походы крымцев на южные уезды московского государства. Случалось, что казаки, объединившись с запорожцами, доходили аж до Константинополя, наводя панику на население столицы Османской империи. Одна из самых известных военных экспедиций казаков связана с Азовом. Азовская крепость была важным форпостом турецкого владычества. В крепости находился турецкий гарнизон. В 1637 году казаки осадили и взяли Азов. Взятие Азовской крепости открывало путь для беспрепятственных набегов на крымские юрты. Ослаблялись позиции Турции. Неудивительно, что в 1641 году к стенам города подошло турецкое войско при поддержке огромного флота. Начался обстрел крепости. Из 11 башен 8 были разрушены. И тем не менее все приступы были отбиты в попытке штурма. Турки и крымцы отступили, но и силы казаков иссякали. Они отправили в Москву послов с просьбой взять город под высокую руку государя. Это означало войну России и Турции с Турцией и Крымом. Как мы уже знаем, правительство первого романа отказало казакам, и они покинули разрушенную крепость. В историю эта героическая эпопея вошла под названием «Азовское осадное сидение». Заняв Азов, турки отстроили крепость заново. Чтобы не пускать казачьи струги в Азовское море, Дон перекрыли длинной цепью. Прорываться за добычей стало намного труднее. Взоры казаков все чаще стали обращаться на Волгу и Каспий. Это встреложило московское правительство. Казакам запретили прорываться на Волгу. Но вольнолюбивые донцы плохо повиновались царским указом. Походы продолжились. В итоге в 1667-69 годах Степан Разин во главе казацкой вольницы совершил очень удачный поход за зипунами. Так казаки называли военную добычу на Каспий, к персидским городам. Казаки вернулись в Астрахань, поразив низы города богатыми трофеями, которые они добыли во время своего грабительского похода. Атаман сразу же превратился в авторитетную фигуру. Тем более привлекательную, что перед властями Разин вел себя независимо и вызывающе. Почему казаки в середине 17 века изменили направление грабительских набегов? Казаки стали изрядным ответом грабительским набегам Крымского ханства. Поэтому, собственно говоря, вот эти запорожцы и донские казаки, они как раз-таки как бы защищали Русь от именно Крымского ханства и его постоянных набегов. Но казаки жили в немалой степени за счет грабежа. Когда Османская империя перекрыла Дон и грабить именно Османскую империю стало сложнее, казаки стали изменили направление грабительских набегов. Каким образом Степан Разин укрепил свой авторитет среди казаков? Он совершил очень удачный поход на Персию. Восстание Разина. Недовольство казаков все больше возрастало. После похода на Каспий, перезимовав на Дону, Степан Разин весной 1670 года появился на Волге. Атаман объявил о своем намерении защитить всех обиженных, искоренить неправедных воевод и приказных и освободить самого царя от бояр-изменников. Это была традиционная, укладывающая в сознание низов программа. В окружении Разина был распущен слух, что атамана сопровождают два струга, на которых якобы плывут опальный патриарх Никон и наследник престола, к тому времени умерший царевич Алексей Алексеевич. Логика действий Разина была проста. Он собирал вокруг себя всех обиженных боярами. После захвата Царицына, это Волгоград, Разин из-за опасения удара со стороны Астрахани двинулся вниз по Волге. В июле 1670 года Разин подошел к городу. Астрахань была взята почти без боя. Горожане и стрельцы даже помогали Разинцам взбираться на крепостные стены. Воеводы, многие служилые люди и купцы были перебиты. С движением Разина вверх по Волге восстание быстро распространилось по Среднему по Волжью. Забушевало в уездах, где сильно было крепостничество. В борьбу оказались втянутые народы по Волжье. Татары, мордва, чуваши, также русское население. Крестьяне, посадские люди, мелкие служивые люди, жившие в городках в засечной черте. Поспешно мобилизуя дворян на подавление выступления, правительство призывало ратных людей сражаться за великого государя и за все московское государство и за свои домы. Казачьи отряды стали организованным ядром, вокруг которого формировалась повстанческая армия. Восставшие в захваченных городах и уездах создавали свои органы власти – казачьи мирские круги. Эти органы самоуправления, по представлениям разинцев, были призваны навсегда утвердить справедливость. Жестоким ударом по восставшим стало поражение Разина под Симбирским. Симбирском – это, по-моему, Ульяновск современный. Бой был очень упорным. Против Разина правительство отправило войско под командованием Юрия Борятинского. На исход сражения повлияли трения между казаками и другими участниками восстания. Считая дело проигранным, казаки вместе с раненым Разином сели в струги и ушли вниз по Волге. Лишившись руководства, восставшие не сумели оказать организованного сопротивления. Началось избиение мятежников. Восстание продолжало бушевать в уездах, однако последствия поражения главных сил под Симбирском дали о себе знать. Сопротивление стало приобретать очаговый характер. Ранней весной 1671 года сторонники правительства из числа домовитого казачества схватили Разина и выдали его властям. Грозный атаман был приведен в Москву и казнен 6 июня 1671 года на лобном месте. Астрахань, последний очаг борьбы, пала в конце 1671 года. В обществе, где почти не было мирных способов разрешения острых противоречий, народный бунт становился для низов едва ли не единственным средством влияния на власть. При этом неуместно оправдывать жестокость восставших тем, что она была ответом на жестокость властей или помещиков. Во всех случаях бунт, крестьянская война – это трагедия. Одна жестокость обыкновенно порождала другие еще больше. Общество платило огромную цену за то, что страх, рожденный бесправием и бесконечным кровопролитием, превращался в своеобразный регулятор общественных отношений. Почему Разину и его сторонникам удалось в течение почти целого года удерживать власть на захваченных территориях? Потому что царская власть далеко не сразу смогла собрать войска на то, чтобы решить данную проблему. А учитывая, что города буквально сами открывали ворота перед Разином, то ему удавалось достаточно долго удерживать контроль. Бывали жестокость восставших против служивых и приказных людей справедливой и оправданной? К сожалению, нет. В данном случае просто одна жестокость порождала другую жестокость, и это был буквально замкнутый круг, который решать надо было другими путями. Вопросы и задания. Прочитайте эпиграф, ответьте на вопросы. Кому обращается в своей грамоте атаман Степан Разин? К простым людям. К крестьянам, мелким посадским людям и так далее. Почему в грамоте Разин не называет государство и служивых людей? Потому что он считал, что все люди равны, и надо обращаться ко всем и строить честное, справедливое государство. И к тому же, как бы он против царя-то не был, он шел освобождать именно царя от бояр-изменников. Что означает слово «мирской»? Мирской, то есть обычной церкви, в данном случае не воспринималось. То есть церковь не трогала. Были дела духовные, а дела мирские. Мирские – это обычные дела. К церкви, к религии не относящиеся. Как вы думаете, кого атаман считал мирскими кровопийцами? Тех самых бояр, воевод и крупных купцов. Рассмотрите картину Сурикова Степан Разин на странице 178. Выполните задание его и ответьте на вопросы. Вот она, страница 178, и вот она, эта самая картина. Степан Разин. Виден вот тот самый струк, то есть лодка. Видны грибцы, которые грибут. Вот виден небольшой парус. Эта лодка в большей степени речная. И виден сам атаман в очень, конечно, богатой одежде. Видны какие-то из его подручных, тоже в богатых одеждах, сидящие сзади. Кто-то вот спит, кто-то просто смотрит вперед. То есть, и видна добыча, которую везут казаки на этой самой лодке своей. Опишите картину, используя текст параграфа, это сделано. Легко ли было Степану Разину набрать казаков для похода за зипунами? Очень легко. Казаки всегда стремились найти где-то хорошую добычу, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Можно ли назвать Разина благородным разбойником? Учитывая, что Разин как бы на внутренних землях изначально русские земли не грабил, то в принципе да. Хотя, с другой стороны, разбойник есть разбойник. Так, бывали у Атамана возможности из разбойника стать государственным деятелем? К сожалению, нет. Казаки тогда на полной военной службе у государя не были, поэтому у Разина не было возможности стать государственным деятелем. Так, соотнесите даты, указанные на ленте времени, и следующие события. Арест и казнь Степана Разина. Это 1671 год. Азовское осадное сидение донских казаков. Это 1637-1642 года. Начало восстания под предводительством Степана Разина. Это 1670 год. Грабительский поход отряда Разина на Персию. Это 1667-1669 года. И последний медный бунт в Москве. Это 1662 год. Так, пользуясь картой, ну, можете смотреть на карту и сами все проследить, выберите ответ на главный вопрос урока. Обоснуйте свой выбор. Мог ли простой народ в 17 веке защитить себя от произвола бояр, дворян, приказанных людей мирным, ненасильственным путем? До середины 17 века народ сохранял возможность мирного протеста путем бегства на окраины. С завершением оформления крепостного права главной формой борьбы стал бунт. Ну, в некотором роде, конечно, да. Народ должен был верить в доброго царя, который с помощью законов мог остановить произвол государства и знати. Проблема вся в том, что царь даже не думал это делать, хотя народ и верил в него. Но все равно предпочитал бежать. Насилие над народом со стороны государства было временным явлением, с укреплением экономики положение крестьян и посадских людей могло улучшиться. Но что-то оно не улучшалось вплоть до 20 века, и вплоть до революции никакого улучшения у народа-то не было. Только с революцией хоть что-то наконец поменялось. Работа с источниками. И на третий день пошел под Астрахань приступом ночью. И в то д число астраханцы с ним, стенькую, не бились и сели по домам своим, а бились д с ним, стенькую, московские стрельцы. И он д, стенька, наперед вшел с деревянный город, и из того д земляного города вошел в белый город. А бояринды и воеводы, князь Иван Семенович Прозоровский сотоварищи и всякие начальные люди сели в осаде в третьем городе Кремле и заперлись накрепко, и городовые ворота заметали кирпичами. Из сообщений московского стрельца Ивана Алексинца о взятии Астрахани Степаном Разиным. Как вы думаете, почему астраханские посадские люди не помогли воеводе князю Прозоровскому в борьбе против Разина? Потому что Прозоровский был воеводой, и он очень не нравился. Конечно, местным жителям мешал им, а Стенька Разин был успешным атаманом и обещал справедливость и хорошую нормальную жизнь. Что ожидало московских стрельцов и начальственных людей и своеводы в случае взятия Кремля восставшими? Мучительная смерть. О восставших на стороне Степана Разина. И ворда Стенька Разин собрался с ворами, с донскими казаками, и с астраханскими, и с царицинскими, и с саратовскими, и с самарскими ворами, и с изменниками с симбирскими, и по черте изо всех городов с ворами из разных городов, с татарами и чувашими, и с черемисами, и с мордвою, с великими силами пошел на него наступать. Из письма воеводы Петра Урусова о боях с разинцами под Симбирском в октябре 1770 года. Почему на стороне восставших сражалось много людей разных национальностей? Потому что Степан Разин всем обещал справедливость. И мало того, он даже в некотором роде эту самую справедливость сумел в некотором виде устроить. Потому что в городах отменялись всякие подати, налоги, и вводилась справедливая донская система управления, самоуправления. Итоги главы 4. События середины 17 века свидетельствовали о больших возможностях сословного представительства, неисчерпанных, несмотря на угасание соборов. Но именно это не устраивало самодержца, стремившегося к неограниченной власти. В годы правления царя Алексея Михайловича было принято соборное уложение 1649 года, законодательная основа самодержавия и крепостного права. Уложение вставало на защиту существующего строя, создавало юридическую базу для дальнейшего продвижения к абсолютизму. В середине 17 века, в результате столкновения патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем, церковная власть оказалась в еще большей зависимости от власти светской. Реформы патриарха Никона привели к церковному расколу. Старообрядцы отвергали все обрядовые новшества и религиозные книги, исправленные по новогреческим образцам. Выберите ответ на главный вопрос главы и обоснуйте выбор. Смогло ли государство в середине 17 века решить задачи по укреплению царской власти и законности в стране? Царская власть была по-прежнему слаба. Бунты во второй половине 17 века были мощнее, чем в начале этого же столетия. Нет, вовсе нет. Судя по тому, что в начале столетия подавить бунты не могли, а в конце столетия легко их подавляли, то естественно, что царская власть была сильной. Развитие России в середине 17 века было противоречиво. Страна получила самодержавие, опирающиеся на законы, и одновременно большая часть народа оказалась в крепостной зависимости. Абсолютно верное утверждение. Укрепившаяся власть спасла страну. Царь мог положить начало любым реформам и проводить активную внешнюю политику. Ну и это, по сути дела, тоже верное утверждение. То есть, Б и В вполне себе верные утверждения.